Слава Господу 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 Пусть его слава пропитает сейчас, Пусть оно смоет твоей твердыни, Его присутствие доступно, оно так легко. Святой Дух хочет коснуться сейчас, Просто как пронзи твое сердце. Если ты давно не переживал, Святой Дух, Его горячесть внутри, Можешь положить на свое сердце руку. Ты прямо почувствуешь, Как Он достает своей рукой нежели твое сердце. Оно воспламенится, оно обожжется. Благодарю Тебя за каждый возжигаемый на этом месте Сосуд, свет, сердце, холилюи. Мы сегодня славим Тебя, наш Бог. Нам не нужны сегодня игры, нам нужно Твое святое, Драгоценное присутствие, помазание и Слово, Могущее наседать нас в благодати и дальше. Аллилуйя. Давай дадим Иисусу всю славу. Он нас Твою славу, Иисусу. Он велик, Он превознесенный. И как сказано в Слове Божьем, написано, Ибо Слово Его превозмогало в силе. Это сегодня рядом. Ты создан для чудес. Я сегодня хочу говорить. Ты создан для чудес. Это примерно то, что я хочу сегодня поделиться словом. Я буду говорить о том, что чудо, которое ты можешь сотворить, оно изменяет тебя. Готовы послушать немножко? В Библии взялись с собой, нет? Или тоже в телефоне, все, да? Вы следите за мной, чтобы я вас не обманываю. Если что, вы управляете, скажите, что-то здесь будет. Хорошо, драгоценное, смотрите. Видите, апостол Павел говорил такие слова. 1 Коринфянам 14 глава, 1 стих. Он говорил, ревнуйте о дарах духовных. Всем известное место Писания, где он говорит, да, где призывает к тому, чтобы верующий человек, он ревновал о силе Божьей в своей жизни. Аминь. Аминь. Когда меня спрашивали, что значит ревнуйте, я сейчас много разных учений, и они правильные, что все внутри нас, да? Что все, Святой Дух вместе со всеми дарами, он внутри. Что же означает ревновать? Многие говорят, что это означает получить духовный дар. На самом деле, я сегодня утверждаю и говорю это смело, что все дары, они внутри тебя. Все. Без исключения. Вместе со Святым Духом они уже внутри тебя. Почему же Павел говорит о них ревновать? Я бы сказал так, что это место нужно считать вот так. Ревнуйте о проявлении духовных дорог. О проявлении. То есть они есть, но нужно, чтобы они еще проявились. Аминь. И, дорогие друзья, я сегодня хочу сказать, что верующие люди, вы знаете такой вот, у вас даже церковь называется «Дом хлеба», да? Хлеб – это пища. И многие люди, верующие, они считают, что вот пища – это когда ты читаешь, насытаешься, и ты как бы кушаешь. А у вас было когда-нибудь такое, что… И это в принципе правильно. Но у вас было когда-нибудь такое, что какой проповедь не послушай, что не почитай, ну если честно себе признаться, что оно тебя не вставляет. Вот ты уже столько всего ел, кушал, пробовал разной пищи духовной, что ты уже слушаешь очередное обучение какое-нибудь, и ловишься, что ну ты уходишь, ну просто, как будто ты вообще, вот, понимаете, как говорят, что поел, что розетку почитал. И в духовном смысле тоже так бывает. Однажды, несколько лет назад, здесь, здесь, давайте обратную связь, чтобы я видел, что я с вами общаюсь. И вот, смотрите, несколько лет назад я свалил себя на мысли, что мне не хочется ничего слушать, вот никаких учений, мне не хочется уже слушать никаких проповедников, не хочется иногда даже читать ничего, не насыщать. И я подумал, что со мной что-то не так. Я подумал, почему раньше я читал, например, даже в Библии, и я чувствовал все время такой восторг, озарение. А сейчас это, например, ну просто какая-то обычная занятия. У вас, конечно, такого не было, наверное, но у меня это было. И я спросил Святого Духа, в чем дело. И вот, что однажды он мне открыл. Он сказал, есть пища для зрелых. И показал историю, как Иисус Христос проповедовал самарянки возле колодца. Он послал учеников за батоном в магазин. Я все время так шучу. Послал их покупать пищу, обычную, физическую. И они пришли к нему, и в это время он проповедовал самарянки. Помните это? И вот он, они ему пришли и говорят, на, кушай. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Творить волю пославшего меня и совершить дело его. И так Иисус говорит, что есть пища, которую не знают некоторые люди на определенном этапе. Ученики тогда еще были такие сорванцы. Знаете, может быть, они еще были в начале. Да, то есть они, ну Иисус конкретно констатировал, этой пищи вы еще пока не знаете. Вы здесь? И когда они спросили у него, что это за пища, он сказал, дело дело моего отца. И вот я тебе хочу сказать, что тысячи людей верующих сидят голодные по одной причине, что они только этой пищи не знают. Они только слушают, они только поглощают. И Иисус говорит, на определенном этапе это перестанет тебя кормить. Если ты тот человек, который словил себя на мысли, что учение, которое раньше тебя так вдохновляло, зажигало, то что я не собираюсь, например, тебя веселить, я хочу сказать тебе правду, что если тебя раньше вот это все вдохновляло, тебя насыщало, Библия тебя была как хлеб, ты как голодный. Я вот сегодня, вчера точнее, разговаривал со своего человека, или это позавчера уже было, не летяло. Позавчера. Человек, которого никто не привел в церковь, ему попался из-за проблем, попался на глаза Новый Завет. В России же. Армянин, в России же. И подумав, что он в Новом Завете, в Библии, сможет найти какой-то ответ, он стал его читать. И когда мы с ним разговаривали по скайпу, ему кто-то посоветовал посмотреть в интернете, он его пробовать, он нашел меня, говорит, слушай, а ты там рассказывай все, что я сейчас переживаю. И говорит, вот представляешь, и мы с Олей сидим его слушаем, он говорит, я сижу до 4 утра, читаю Новый Завет, это такая книга, он даже не называет это Библией, он говорит, это книга. Он говорит, ты понимаешь, о какой книге я говорю? Я говорю, да, да. То есть он говорит, книга с большой буквы. Он говорит, книга, как будто других книг не существует. Я на него посмотрел, думаю, я помню это состояние, когда я только пришел к Богу. Я с работы убегал, сидел в машине, читал Библию, читал, читал, читал. И мне кажется, что все, мир не существует, существует только книга. И я думаю, ну сейчас у меня такого нет. И задавался, вот я сейчас вам рассказываю, несколько лет назад задал себе вопрос, нормально ли это? И я тебе хочу сегодня сказать, что до определенной грани тебя все это будет насыщать. Извини, может быть, тебя так не учили, но я тебе скажу, настанет день в твоей жизни, или может быть, он уже настал, когда даже читая Библию, ты не будешь насыщаться. Только когда ты начнешь делать, вот как Иисус говорит, исполнять волю пославшего, вот там будут калории для твоей жизни. Все остальное, вы представляете, что можно даже Библию читать и ничего не получать? И я это знаю, и я это знаю. Есть откровения, которые ты в жизни не получишь из Библии, если не начнешь делать. Сто процентов. И вот я сегодня говорю, что есть пища дозревых. Например, наступает момент, когда тебе пора проповедовать. Апостол Павел говорил такие слова Тимофею. Говорит, «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель, питаемый словами веры». Представляете, он говорит, что когда ты будешь внушать, он уже говорит зрелому служителю, нормальному такому, успешному, как у нас сейчас говорят. Он говорит, «Я тебе сейчас не говорю, там, знаешь, только вникай в себя и в учение. Есть еще одна пища, которую ты уже должен знать». Говорит, «Внушай вот это все, что ты знаешь, братьям». И вдруг говорит, «И тогда будешь питаем словами веры». Какими словами? Теми, которые ты будешь говорить им. Вам, я думаю, что знакома такая ситуация, когда ты сам, будучи в проблемах, кому-то еще попроповедовал и вдруг чувствуешь, что тебе хорошо стало. Да. Это же, ну, все переживали. Итак, вот этот момент, его надо запомнить. «Внушаясь ей, будешь питаем». Иногда не проповедь нужна, чтобы тебе кто-то говорил, а тебе надо кому-то проповедовать, и только это тебя наполнит верой. Двигаемся дальше. То же самое, я сейчас хочу, чтобы вы провели в своей голове параллель с чудесами. И есть момент, вы знаете, я сталкивался с таким, когда люди привыкают к чудесам. Ты говоришь, ты представляешь, что на траках кто-то исцелился. Он такой, класс. Только просто головой качает. Класс. Я думаю, интересно, если бы твой ребенок исцелился, это бы тоже так. Ну, круто. Слава Иисусу. Знаете, что такое? Уже смотрит на чудеса, и это не вставляет. Нормально ли это? Скажу тебе сегодня. Нормально. Хочу вам сказать, что когда человек видит чудеса, сотворенные Богом, у него мотивируется вера, активизируется. Иисус сказал об этом так. Вы не уверуете, если не увидите чудеса. Так? Но из этой фразы он говорит, что чудеса влияют на веру человека. То есть, увидел чудеса, допустим, как женщина там с кровотечением, да? Ну, чего она так рвалась к Иисусу и говорила себе, вот только я дотронусь и тут же исцелюсь. Почему? Потому что она видела, какая сила от него исходит. Написано, от него исходила сила и исцеляла всех. И она была мотивирована, у него была вера. Он даже констатировал, он говорит, о, ну и вера у тебя. Амэн. Итак, чудеса, они что-то делают с верой человека. Но наступает момент, наступает момент, когда человек привыкает к чудесам. И поэтому, дорогие друзья, сегодня, когда я говорю о том, что ты привыкаешь к чудесам, я говорю сегодня о том, что чудеса должны происходить через тебя. Ты можешь это сказать? Чудеса должны происходить через меня. Амэн. Когда человек, я сейчас хочу показать, что с человеком происходит, когда человек сам творит какое-то чудо. И сказать, что такое чудо вообще. Когда человек творит чудо именем Иисуса Христа, внутри него производится особый вид отношения к Иисусу. Я бы даже сказал, особая вера, умонастроение, особый момент, связанный с обновлением ума. Мы же все хотим обновления ума. Амэн. И как следствие, прекрасное отношение к Иисусу провоцируется. Марка 9, глава 39, 40 стих. Иисус сказал, не запрещайте ему. Там пришли ученики к нему, помните эту историю? Пришли ученики и говорят, там какой-то чудак ходит, так вот он ходит не с нами, а чудеса делает, бесов изгоняет именем твоим. Помните? Они были недовольны. Нам кажется, что все должны идти только за нами. На самом деле, они говорят, как он смел, не хотя изгонять бесов, если он с нами не тусуется. Иисус им сказал в ответ, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». И дальше он говорит, «Ибо кто не против вас, тот за вас». Аминь. Однажды Господь, Он прямо открыл мне это место, оно как взорвалось внутри меня. Я думаю, вот это да. Дословно с греческого, вот это, «Сотворивший чудо именем моим» звучит вот так, особенным образом. «Кто сделает силу на имени моем, вот это разница, да, не сможет скверно сказать обо мне. Кто сделает силу на имени моем, кто-то карьеру на чем-то делает, на имени, а Он говорит, «Кто сделает силу на имени моем?» Аминь. Говорит, «Не сможет скоро скверно сказать обо мне». Итак, чудо – это проявление силы. В данном случае Он назвал чудом изгнание бесов. Те говорят, «Он бесов изгоняет». Говорит, «Ничего, кто делает чудо моим именем, не будет скоро плохо обо мне говорить». Аминь. Итак, сотворение чудес именем Иисуса Христа Он сам одобрил, даже когда человек не ходил с Его учениками. Вы слышите? Он назвал это перспективным делом. Он говорит, вот то, что Он делает, вот эти чудеса моим именем, оно повлечет за собой хорошее что-то. Что? Этот человек не будет говорить обо мне плохо, думать обо мне плохо. Скажет, «А что такое? Ну, мы и не думаем об Иисусе плохо». Ну, знаешь, всякий раз, когда ты унываешь, ты думаешь обо Иисусе плохо. Серьезно. Вот поэтому уныние – это грех. Уныние – это состояние, когда ты думаешь, что Иисус тебе не поможет. Уныние – это эмоции, выражающие, ну, можно сказать, соблазн обо Иисусе. Вчера ты еще верил, вчера было все хорошо, сегодня приуныло. Это значит, что мысли твои о нем изменились. И это есть скверно. Вы здесь? Аминь. Смотрите, хочу чуть-чуть упомянуть об этом единстве. Он говорит, что «Кто не против вас, тот за вас» и ссылается на чудеса. Называет это перспективным делом. Он говорит о том, что единство, оно создано, создается не на основании совместного хождения. Вы видите? Он говорит, «Кто не против вас, тот за вас». Он творит чудеса, все нормально, значит, он будет хорошо ко мне относиться. И говорит, «Он за вас». Но он же не ходит с нами. Он за вас, потому что чудеса моим именем творит. Вы видите, что единство создается на основании дела, а не совместной тусовки. А скажите, а можно ходить с ними и быть против них? Конечно. Иуда так и был. Ходил с ними, пошел, сдался, как стеклотар. Да? Вас так не говорят? Уже стеклотар уже давно никто не знает. Смотрите, это важно. Особенно, кто движется в служении, хочет команду, хочет единства. Вот принцип единства. Не говорит все время, «Давайте будем вместе!» Ну, давайте уже будем все вместе, все будем единодушно вместе. Не-не. Помазанник такой был, Джон Лейк. Может, вы слышали за него, конечно же. Он сказал такие вещи, говорит, «Я не ищу никакого единства. Я ищу принципиальности. И все принципиальные люди, они будут едины». Аминь. Вот это то, что здесь Иисус говорит. Он говорит, «Если человек ходит, служит, чудеса творит, делает то, что я сказал, в принципе, делал всем моим ученикам. И даже если он сегодня не вместе с тобой, он все равно твой. Аминь. Вы все равно вместе. Вот это единственный признак того, что люди, ну, едины, как ученики. Это не совместное времяпровождение даже. Хотя это тоже хорошо, но бывает, что и нет. Вот это признак. Вот это ядро единства. Аминь. Служение с чудесами, оно даже как всех как-то связывает. Он говорит, вот смотрите, вот чудо, вот он делает то же самое, что и вы. Говорит, он не против вас, а значит, вы едины. Если у тебя есть вопросы, дорогой, я сегодня тебе тут не рассказываю, знаешь, какие-то сказки. Бог реально делает чудеса оглушительные. Аминь. И даже то, чего нет, может появиться. Аминь. Другое дело, когда они случаются, где-то там, по телевизору, другое дело, говорит, твоя жена приходит и говорит, знаешь, что у меня органы Бог приделал. И самая интересная эта история стала продолжаться. Многие люди, которые услышали за это чудо, девушки, женщины, у которых есть проблемы, там, по-женски, они говорят, у меня есть вера, что через тебя Бог двинется. И у вас есть вера, что через нас Бог двинется. Ну вот, недавно подошла, девушка с другого города, говорит, мне заодно, там, на следующей неделе на операцию. И я говорю, то же самое, что у вас, опухоли, на яичниках, будут удалять. Все, по-моему, они собирались удалять яичники, да? Говорит, последний шанс, ну, плачут. Ну, представьте, девчонки, там, 20 или 21 год, по-моему, да? Яичники удаляют. Ну, это вообще. Мы с Верой помолились за нее. И я ей сказал, что ты просто не надейся, что мы за тебя помолились и поэтому, чтобы нам поедать. Ну, может, просто ночью тебе прийти. Не из-за того, что мы помолились. Не из-за молитвы ты исцеляешься. Есть благодать, которая уже дана и без моей молитвы. Если ты надеешься на мою молитву, ты глупый человек. Аминь. Аминь. конечно, церкви дана власть возлагать руки, исцелять и все такое. Но сколько появилось воришек вот этих, да, которые говорят, это потому, что я молился. Возьми, если ты еще, знаешь, что через тебя Бог что-то будет делать, заранее, если положи на сердце, вообще так не говори. Аминь. Я слышал, как некоторые люди, они могут сказать, да, по твоей молитве кто-нибудь исцелился. Я таким людям хочу сказать, да, и по твоей молитве никто не исцелялся. Потому что еще до того, как ты появился, ранами Иисуса Христа, они все исцелились. Аминь. И если сегодня Бог это сделал через тебя, упаси тебя, Бог, что-то говорим на эту тему, что это, что-то там я или еще что-то. Я эту поправку делаю специально, потому что мы сегодня говорим на тему чудеса через меня. И та девочка исцелилась. Она пошла, сделала все анализы. И так, знаете, ну, люди, конечно, интересные. Она такая, а, все хорошо. И вот еще вчера эти певеречники удалять собирались, сегодня уже все нормально. Мы запишем скорое свидетельство, ну, выбросим в интернет. Пусть люди знают, что Иисус сегодня такой же живой, как и раньше. Аминь. Поэтому, дорогицы, я заранее говорю, мы помолимся в конце обязательно, особенно, если у вас именно похожая нужда есть вот по астеролию. Ну, мы убываем только на Иисуса. Аминь. И вот смотрите, двигаемся дальше про чудеса. Чудо – это проявление силы при упоминании имени Иисуса. Чудо Божье. Не обязательно чудом является только какой-то там факт сотворения или даже изгнание бесов. Если я вам дословно прочитал, сотворивши силу, да, как-то он... Именно. Именно. Не-не-не, там вообще так интересно написано. Написано, что никто значит, кто сделает силу на имени моем. Дословно греческий перевод. Вместо слова чудо он говорит сделает силу. Проявление силы, вот явление силы – это чудо. Кто-то, знаете, сейчас хочу немножко такой стереотип развеять, вот изгнание бесов. Все время хочется, чтобы бесы, конечно, выходили с великим криком. Но я вам хочу сказать одну вещь, дорогие друзья. С великим криком обычно выходят демоны, связанные с оккультом, вот такие серьезные какие-то колдовские демоны. И то не всегда. Я сейчас не хочу сделать так, чтобы, знаешь, у тебя типа новый самообман какой-то включился. Я когда-то у Бога спросил, говорю, Господь, а вот интересно, ко мне приходит человек с явным признаком демонического контроля на консультацию. Я не чувствую иногда даже побуждения никакого молиться за него. Там начинать вот это там в живот бить его или еще что там обычно делать. Что-то там пальцем тыкать в лицо выйти там глаза мне смотри. я это раньше делал. И вдруг в один момент Святой Дух мне говорит, так а кто сказал вообще что это надо делать? И показал мне как мне действовать. Я не говорю пускай, а нет, кто как хочет. Он говорит, проповедовать пленным освобождение. Твоя задача даже не столько выгонять, сколько сказать человеку. Открыть глаза, чтобы ты свободен, он освободится. и большинство людей, которые приходили ко мне за освобождение, ну я говорю вкратце, приходили, помоги мне освободиться, я чувствую контроль, демоны во сне приходят. С большинством из этих людей я просто разговаривал 15 минут, благословлял его именем Иисуса, и он выходил в хорошем настроении. И больше никогда этого не было. Начинали сны хорошие сниться, потому что выражение проповедовать пленным освобождение, ты прежде всего должен человеку не освободителем стать, а сказать, что он свободен. Открыть ему глаза, и вдруг он увидит, что он не оказан снить эти ненормальные сны, он не оказан ходить в депрессию, он говорит, у меня дух депрессии. Дух уныния, дух депрессии, дух нищеты, на самом деле все эти духи, я сейчас не буду в демонологии, упадаться, на самом деле, вот все перечислено, это один большой дух, ложь, ты не под духом, ты принял кого? Духа, силы, любви, теломудрых, какие вообще дела? И если ты зацепишься за этот факт, твои глаза откроются, и вдруг ты увидишь, что ты свободен. Именно это предлагал Иисус, уверовавшим в Него иудеям. Они говорят, да нет, ты что там, у них свой вариант свободы. И поэтому в конце этой беседы они захотели побить Его камнями. Аминь. Когда человек сильно настаивает, чтобы ты гонял из него бесов, сеанс ему проводил, это скорее всего под контролем оккультизма. Это так, на всякий случай, им нравится процесс. Итак, дорогие, смотрите дальше. Иисус, еще раз напоминаю, Иисус говорит, не запрещайте людям делать чудеса, ибо никто сотворившее, не сделавших силу на имени моем, не сможет злословить меня. Вот хочу объяснить слово злословить. Сказать, ну, чтобы дойти до такого, чтобы Иисуса злословить. Я сегодня сокращу это учение и скажу тебе, уныние это злословление Иисуса. Это значит злословить Иисуса. Чтобы было понятно, я скажу вам толкование этого слова. злословие это произнесение унижающих слов. От избытка сердца говорят уста. Соответственно, если твое сердце наполнено унижением по отношению к Иисусу на манер того, что Он сделает, да, это все вот такие, вы знаете, ну да, Иисус может, но не может. Это унижение Иисуса, ибо Иисус все может. Как только ты думаешь, что нужно еще что-то к этому прибавить, ты унижаешь Иисуса. И Он говорит, вот если бы ты делал чудеса моим именем, то ты бы вот этим не наполнялся. Хороший способ. Ты, говорит, хотел такую веру иметь, чтобы никогда вообще не унывали. Знаете, мне многие говорят, что так я и не унываю, но это они говорят. Знаешь, приходи в пятницу на молитву, ну как обстоятельства позволят. Ну что это значит? Человек, который носим обстоятельством, и это, ну все, он не считает, что Иисус ему дал благодать для управления. Ты должен рулить, я извиняюсь. Бывает, что ты себе, ну что-то у тебя там не получается, еще, но все нужно стремиться к тому, чтобы ты захотел, я имею в виду Божью вещь, и сделал. Как в 31 притче написано, задумала о поле и приобрела его. Мне говорят, есть и деньги будут, если получится, если поле не зацветет, если, 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 да зачем мне это поле, знаешь? А так, задумала, но эта женщина, она называется благочестивой женой, да, благодетельной, там все разные такие хорошие слова. И это образ служителя Божьего. То есть задумал, недоброе. Я шучу, задумал и сделал. Поэтому, когда ты говоришь за обстоятельства, за еще что-то, ты уничижаешь Иисуса, уничижаешь его творящую силу, непредстающую силу жизни в своем существовании. И поэтому это и есть злословие. Особенно, когда ты начинаешь кому-то что-то говорить, что ты не можешь, я не могу. Нет настроения. Поэтому злословие, дорогие друзья, это не значит, что ты будешь хулить Иисуса. Это означает, что ты не подумаешь о нем. Ничего того, что не надо думать. Вот что делают сотворенные чудеса. Когда ты являешь силу Божью, это означает, что, он еще говорит, вскоре не сможет. Есть период времени, когда действует память об этом чуде, и ты такой, ммм, Иисус, ммм, я тебя так люблю вообще. Если когда-нибудь Бог через тебя хоть что-нибудь делал, даже повлиял на человека, ты же помнишь, как это классно вообще. Правда? Это вообще, ну, ни с чем не сравнить. Это не то, что тебе попроповедуют. Или даже то, что ты в Библию почитаешь. Это реально калории. Это даже вообще. А если он еще через тебя кого-то исцелил, ты когда-нибудь смотрел в глаза человека, который от твоей проповеди рождается, слышал прямо сейчас. Если ты это видел, это же невозможно забыть. Я помню, когда я увидел это первый раз. Вот именно так, глядя в глаза, человек проповедовал, и я прямо почувствовал, увидел в глазах, это реально сыр. И потом этот человек повернулся, пошел, спросил, кого в церковь прийти, и пришел. Повернулся, пошел, я смотрю ему в спину, и в это время святый Господь мне говорил, и вот уходит новая рожденная душа. И я такой, как он выходил, я говорю, ау, Бог, ты можешь через меня такое делать, а что делать, ничего не сделаешь. ты просто сказал там пару слов, и все. Это невероятно. Амин. Служение в сверхъестественных вещах, оно связывает всех людей, кто в этом движется. Тебе, знаешь, вот если когда-то ты не делал чудес и видел, как кто-то делает, жабу может задушить. Ну, фарисеев же она душила. Представьте, люди видели чудеса и хотели даже с этим как-то что-то сделать. Лазаря убить снова хотели. вы еще больные люди, да? Ну, представь, кто-то воскрес из мертвых, они говорят, надо его убить. Это вообще ужас. Это то же самое, когда Бог кого-то родил свыше, а его кто-то проклинать начинает. Вот он делает то же самое. что ты тут мне учить будешь? А нафиг он там. Эти люди, представьте, вы здесь, дорогие, я уже заканчиваю. Эти люди, представьте, они допрашивали Петра в сотворенном чуде. Говорят, чьим именем ты это сделал? Почему они это делают? Потому что они сами чудес не делают. И единственная причина выяснять, чьим именем сотворено чудо, это потому что ты не делаешь. Если бы ты делал что-то с именем Иисуса, ты бы никаких вопросов не задавал. Почему? Потому что знал бы четко, чьим именем делается это чудо. Потому что он через тебя это делает, ты знаешь, как это происходит. Сразу все люди, которые этим же именем творят чудо, родными становятся. У тебя получается, а как ты это делаешь? Я одному пастору звонил, и через него очень много исцелений происходит. известный человек я говорю, как вы это делаете? Ну, через него тоже плохо исцеляет. Ну, у вас же там водопад исцелений. Просто там такие вещи происходят, какие-то болты суставов исчезают. Ну, такое все. Я говорю, как вы это делаете? Ну, приезжай, поговорим. Я даже не знал, что тебе сказать. И я такой, ну, класс вообще. Хочется проводить время с такими людьми, знаешь. Ну, как он тебе сразу как родной становится. Понимаете, что? Аминь, аминь. А люди, через которых это не происходит, которые противятся, да, они завидуют, еще и хотят это все заравнять. Аминь. 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 Смотрите. Хочу обратить внимание на слово «вскоре» не сможет злословить. Все это имеет срок определенный. Вы знаете, что даже ты можешь сегодня наполниться верой, а с утра проснуться и как будто ничего и нет. Ну, случается такое сослужение, такой, ух, вагни весь, в масле, там, в чем там еще обычно. А утром просыпаешься и как будто не было ничего. Поэтому вера человека, она сравнивается со святильником, где-то масло запасаться надо, огонь на жертвы. Разные там сравнения приводятся. Но самое главное, что Иисус конкретно говорит «не сможет вскоре злословить». То есть, если пройдет достаточно времени, человек может уныть, разочароваться и снова «ну что так плохое?» думать и говорить. В уничижительном ключе будет думать об Иисусе. Поэтому точно так, как человек пребывает в учении, чтобы не забыть, в кого он уверовал, мы все забываем. Ты знаешь, что ты внутри можешь быть рожденным свыше. У тебя Дух Святой живет, Христос в тебе живет. Но если ты не будешь помнить об этом, ты будешь жить как простой грешник. Но Дух Святой не будет силой тебя ничего заставлять делать. Вот для этого нужно обновление ума. Обновление ума происходит через что? Напоминание постоянное. Все время ты себя напоминаешь. Встал с утра, я верующий. Я люблю Иисуса. Когда ты говоришь, ты великий, ты великий, ты сообщаешь Богу какую-нибудь информацию? Нет. Он и так знает, кто. А кому ты сообщаешь? Себе. Ты утверждаешь это в своей жизни. И ты должен это понимать. Точно так же, когда ты делаешь чудеса, знаешь, когда я для Иисуса служу, да ты не служишь для Иисуса, это вообще честь для тебя, что Он тебе разрешил это делать. Я для Бога что-то делаю. Нет. Ты вместе с Богом это делаешь. И слава Богу, что Он, ну, представляете, Иисус так радуется, говорит, славлю тебя, Отче, что ты, говорит, скрыл это от всех, а простым людям дал. Вернул управление. Вернул силу. Вот это, это очень круто. Правда? Поэтому, чтобы не забывать о том, что ты человек, живущий сверхъестественной жизнью. Сейчас я чуть-чуть скажу в конце, ну, скажем, чудеса, классно, как их делать, да? Чудеса должны происходить с определенной периодичностью, а лучше всегда. Потому что, когда чудо, ну, в прошлом исчезает, и тебе иногда начинает казаться, что как будто его и не было. Серьезно? Чудо, оно забывается так же веки все остальное. Ты просто помнишь факт, ну да. А со временем даже может начать казаться, что ты и не болел ничем. Я видел такие случаи. Мне, некоторым людям, которые в церкви, я говорю, помнишь, как ты, там, тебя чуть в тюрьму не посадили, у тебя такой буйный характер был, там, бесы тебя носили, думаю, то ладно, да нет, никто не был. алло, ты что, я так рад, что ты забыл, что ты весь такое новое творение, знаешь, ну слава богу, надо его сдавать. Ты был таким, и больным был, и зависимым был, и только раз из памяти человека чудом вызвал воспоминания о божьем чуде. Это вообще, поэтому, смотрите, дорогие, вот человеческий ум, вот это обновление ума, может это когда-то в другой раз поговорим, но обновление ума это номер один. К своей вере, которая есть у тебя внутри, ты ничего добавить не сможешь ровным счетом, вообще. Вера, она только с горчичной зерно, и она уже двигает горы. То есть, больше веры не надо, нужно меньше неверия. Вот в чем дело. Класс, да? Не нужно больше веры, нужно меньше неверия. И вот, когда нету долго чудес, вдруг твой привычный ум, он начинает думать вот о чем. Ну, жизнь, она обыкновенная. Ты считаешь в Библии, слава Господне, полна вся земля? Нет. Ну, где-то есть слава Господне, в собраниях она может явиться. Небеса говорят, вся земля полна славы Господне. Ты просто давно не давал этой славе через себя что-то сделать. И поэтому забытки начинают уничижаться Господне имя. Как будто не вся земля полна славы, а где-то там в том городе вот у того пастора. А как же у тебя? Там, где ты есть. Скажу чуть-чуть за этот огонь. Вы слышали вот такие вещи? Огонь Божий. Все хотят. Огонь Нового Завета, дорогие. Я просто скажу то, что вы и так знаете. Он отличается от огня Ветхого Завета. Очень сильно. Чем отличается? В Ветхом Завете был стол огненный и все шли за ним. А в Новом Завете есть огонь на твоей голове и он идет за тобой. Но мы говорим, «Пойду туда, куда бы ты ни пошел, буду с тобой вместе». Таким образом, тебе не надо искать, где же этот стол огненный сейчас ходит по земле. В каком городе? В какой церкви? У какого помазанника? Важнее понимать, что есть огонь на твоей голове. Божий огонь. Духовный я имею в виду огонь. Кто-то уже думает, так, где-то огонь какой-то. Духовный огонь. И он с тобой везде. Он ориентируется на туда, куда пойдешь ты. Знаешь, для чего? Чтобы освободить тебя от этих, где найти огонь, у кого есть огонь. Огонь есть у тебя. Аминь. И поэтому, когда ты об этом забываешь, то огня и нет. Ну, ты его не осознаешь. Вообще, задумайтесь над этими вещами. Павел говорит, «Почитающему что-либо нечистым, тому и нечистое». Я продолжаю и говорю, если ты считаешь, что у тебя нет, то этого и нет. Если ты считаешь, что ты проклят, то ты и проклят. Хотя, объективно, ты благословен, но если ты так считаешь, допустим, тебе по слову твоему. Вот это да. Если ты считаешь, что у тебя нет денег, то у тебя и нет денег. Нету здоровья, то и нету. Нет счастья в личной жизни, то и нету. Как хорошо считать, что у тебя все есть. Скажи, «У меня все есть». Последнее. Иисус говорит, не запрещайте этому человеку. Вот тот человек хотел, он четко, знаете, вот скажу так уже, забегая, тогда еще, конечно, что все там чисто богословски, новый завет еще не настал, Иисус еще не вошел к Отцу, но проводя аналогию, вот представьте, вот этот человек, он вдруг понял, что не надо ходить за огнем, этим столбом, как стадо баранов. А есть такой, на моей голове, я сам могу что-то делать. И когда он говорит, не запрещайте, я вам приведу еще одну историю, чтобы картина была яснее. Был такой человек Моисей, и однажды Бог ему сказал, я хочу взять от твоего духа, который на тебе, и дать на 70 человек. Помните эту историю? Да. И, короче, все пришли, кроме двоих. И вдруг Иисус знамен, он такой ревностный помощник, ему надо, вот точно, как эти ученики, он говорит, а там есть двое, они не пришли, когда ты духа раздавал здесь. Но, тем не менее, вот там, встанем у нас, пророчествуют. Знаете, сейчас против пророчества, сколько войны всякой идет. И высмеивают, и все, что хочет. Он говорит, пророчествуют, бесконтрольно. Не с нами. Это Иисус знамен, хороший пацан, знаете. И вдруг говорит, а не пророчества, без нас. Точно, как ученики, говорят, ну бесов изгоняют вообще, что надумал, с нами надо ходить, только здесь бесы выходят. А там что-то непонятно. И Моисей, знаете, уже в те времена, за пророчества, когда сегодня говорят, а что, все могут пророчить? Конечно, все могут. И я тебе скажу, должны. Аминь, аминь. Должны. Павел говорит, все один за другим можете пророчествовать. Все один за другим. Просто не устраивайте, извиняюсь за это слово, бардак. Не устраивайте беспорядок и бесчинство. Вот если все пророчествовали, тогда бы никто не духоманил. Вы знаете, когда поднимается один, который вдруг, я могу пророчествовать. И у него начали. Это делает его особенным. Но если бы все пророчествовали, то не было бы никаких особенных. Если бы все проповедовали, то не сияли бы никакие звезды, знаете, помазанники мировые звезды. Все должны. Они поднимаются только потому, что другие этого не делают. Когда все одинаково светят, тогда никто не отделяет никого. Понимаете? Окей, да? Вот как это работает. И Моисей ему говорит, посмотрел на него. Знаете, Моисей, какой духовный человек был. Уже в теле имена, говорит, я могу просто зачитать. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? Вот причина такого отношения. Он ревность, обычная, человеческая, приревновал. Чего ты у них без нас? И он говорит, ой, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. Он говорит, да я бы так хотел, чтобы все, знаете что, Моисей живут в пустыне. Именно из-за того, что не все понимали Бога, не все понимали Слово. Он говорит, да если бы все понимали, все пророчества, вопросов бы не было. Почему Павел за это говорит? Он говорит, что один за одним можете пророчествовать. Ибо говорит, если все пророчества, тогда он войдет, кто-то и скажет, ого, с вами Бог. А если пророчествует только я, он скажет, с ним Бог. С вами нет. Видите, какая дурь. Это же, знаете, вот скажу прямо, нас обманули. Скажешь, что какие-то есть особые люди, через которых такое что-то особенное, а Павел говорит, да все давайте пророчествовать, не будет вот этих вот выскочек разных. не будет перегибов этих. А если все будут делать чудеса, сразу такая религиозная фраза, все ли чудотворцы? Не надо быть чудотворцем, надо быть проводником Божьей силы. Последнее, что скажу, дорогие. Бог хочет, чтобы чудеса происходили через тебя. Бог хочет, чтобы пророчества были через тебя. Бог хочет, знаешь, ты был человеком, о котором в дословном греческом переводе сказано, чтобы ты на его имя сделал силу. Аминь. Есть чудеса от имени Иисуса, а есть чудеса во славу Иисуса. Многие люди, они говорят, это что, одно и то же, сделать во имя Иисуса или сделать именем Иисуса? Сегодня утром Святой Дух говорит, это не одно и то же. Моим именем пытаются делать все, кому не лень. А вот во имя моего, во славу мою единицы. Все хотят использовать имя Иисуса, но мало кто хочет отдать славу имени Иисуса. И поэтому, когда говорят именем Иисуса или во имя Иисуса, есть немножечко, но очень существенное различие. Будь тем, кто делает во имя Иисуса. Как творить чудеса? А как их делали первые ученики? И кто-то учил, прямо говорит, вот технология сотворения чудес. Сейчас много таких книжечек есть. Все хотят научить тебя творить чудеса. Но как было в Ветхом Завете, так и есть и в Новом Завете. Бог дает только обещание, которое ты должен помнить. И в Новом Завете он дал Духа Святого. Как это работает? Как Петр, знаете, на примере Петра, который поднял инвалида, я вам просто скажу, и мы помолимся. Петр, мне когда-то Святой Дух прямо спросил, говорит, как ты думаешь, кому сказал Петр эти слова? что имею, то и даю. Во имя Иисуса нам с нами ходи. Я говорю, ну инвалиду? Он говорит, нет. Он сказал, и себе. Потому что инвалид сидел и надеялся деньги от них получить. Он говорит, серебра и золота нет у меня. Он говорит, ну, имею, то и даю. Я бы, знаете, эту фразу, как написал с вопросительным знаком. Он такой, а что я имею, то и даю. Что я имею? Иисус говорит, вы примите силу. Вот технология, если так можно сказать, силы. Он постоянно себе напоминал, что я имею, что я имею. Я записал недавно пробовать, которая там, так и называется, почему я не боюсь. В интернете. Она есть. И люди такие, очень умные, стали писать комментарии. Смотри на Иисуса и ничего не бойся. Хорошая фраза, очень религиозная, весьма духовная. Я говорю, не пишу этой женщине, я говорю, женщина, дорогая, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Я говорю, вы знаете, большинство верующих, не говоря уже за неверующих, фразу, смотри на Иисуса, вообще не понимают, что она означает. Куда смотреть, что надо делать? Ну как, вот я себя знал, вот как посмотреть? И больше, чем уверен, что и вы мне не объясните. Ну, я имя, эту женщину. Когда у тебя идет судебный процесс, сказать фразу, смотри на президента, не поможет. А что поможет? Надо знать свои права. Аминь, аминь. И президент гарантирует эти права. Ну, когда с президентом все хорошо. Иисус, он гарант твоих прав. Но права надо знать. И поэтому Петр, он себе все время напоминал, что я имею. И у него звучали слова Иисуса. Он говорили, вы примите силу, когда сойдет на Дух Святой. Когда на них сошел Дух Святой, ничего не произошло, кроме того, что они заговорили на иных языках. Там была какая-то сила? Кто-то воскрес, кто-то исцелился, кто-то что-то там вскочил. Нет. Это было проявление. Он говорит, это знак. О, сейчас начнется настоящая духовная жизнь. Мы начнем пророчествовать, мы начнем видеть сны, мы начнем проявлять силу. Вот оно. И каждый раз, когда ты молишься на языках, дорогой, все молятся на языках. Когда ты молишься на языках, есть еще один момент, который тебе нужно постоянно себе напоминать, что ты принял силу. И говорение на языках это верный признак того, что ты ее принял. А не просто, знаете, как люди, я помню, на втором году своей веры, я вдруг задумал, зачем эти языки вообще нужны? Ну, я молюсь на этих языках, так я иногда больше благодати чувствую, когда молюсь на своем языке. Понимаете? Но Петр, вот они проводили дни в молитве, написано, исполнялись радости и Духа Святого. Они все время говорили, мы приняли силу, мы теперь будем видеть видение. Все, началась полноценная духовная жизнь. Осознай, что ты принял силу, напоминать себе об этом, молиться Духом и делать. Аминь. И результат. Что я имею? А я имею. И поднял его во имя Иисуса. Пойдем Богу слава. Я хочу, чтобы сейчас полноцен поднимитесь, пожалуйста. Подумай сейчас секундочку над тем, хочешь, чтобы ты делал чудеса. Я тебе сегодня просто напомнил эти ключи. если ты уже знаешь свою молитву на иных языках, уже воспринимаешь как просто, ну, это для поддержки штанов. Нет. Молитва на языках это знак, вечный знак в твою жизнь, до конца твоих дней. Знак, что ты принял силу. Конечно, молитва на тебя назидает все, но в чем она тебя должна назидать? В вере. Она должна тебе напоминать о том, что ты принял силу. Когда ты говоришь это, что я имею? Иисус сказал, я принял силу, я буду пророчествовать, я буду видеть видение, сновидение. Хочешь, я тебе вызов брошу? Вот как свою жизнь обновить духовное. Один час в день. Молись на языках. Каждые там пять-семь минут говори, я принял силу, я новое творение, я принял силу, я новое творение. Через десять дней вся грязь выйдет из тебя, из твоей головы. Через десять-двенадцать дней у тебя начнутся сны, у тебя начнутся образы, у тебя начнется ясное мышление. Ты говоришь, да ладно, ты думал нужен год, два, три, нет, буквально тебе понадобится дней десять распрощаться вообще с грязными мыслями. Ты думаешь, десять дней, все, берутся, попробуй, знаешь, что произойдет? На четвертый день к тебе придет бес и скажет, да видишь, ничего не происходит. Китай это все, да это, послушал ушами, похлопал, как жили вчера и третьего дня, так и будем жить. Но если ты не согласишься, я сегодня имею кучу, ряд свидетельств, людей, которые взяли упорно, я тебе говорю точно, через десять дней ты почувствуешь свежесть и силу, желание огромное продолжать это. С твоими мыслями что-то произойдет, Библия живет по-новому. Ты начнешь чувствовать физически прямо проявление Духа Святого. Когда не есть какие-то инструкции, книги, как там, чудес достичь. Дорогие, много христиан первых даже читать не умели, когда Дух Святой на них сошел. Они были рабами. Когда мы сегодня говорим, слово Христово да вселяется в вас обильно. О чем идет речь? Все говорят, ну Библию читать. Да не было Библии никаких. Они пророчествовали. И написано, от плода своих уст насыщалось их чрево. Вот что такое, чтобы слово обильно вселялось. Это не означает забивать голову информацию и просто читать. Читать надо, конечно, обновлять ум. Но чрево твое насытится от плода уст. Для этого он говорит, грамотный ты, неграмотный. Говори, я принял силу и молись на языках. Говори, его обетование и молись на языках. Этот инструмент простой, знаете, как гвоздь, как лом для любого человека. Умеешь читать, не умеешь читать, рыбак, налоговый инспектор, да пусть хоть Папа Римский, если будешь молиться на языках духом, говорить, что он принял, напоминать себе в мозгах, чудеса не замедлят. Сила начнет течь через тебя. Ты почувствуешь огонь, который уже забыл, как это выглядит, он обошел твою внутренность. Ты не сможешь больше спокойно говорить об Иисусе. Он станет для тебя осязаемым, физическим, реальным. И когда ты будешь протягивать руки, ты будешь чувствовать, как она течет. Возьми, посмотри сейчас на свои руки. Посмотри, не стесняйся, просто сделай, что я тебе говорю. Вот так, посмотри. А теперь скажи, Дух Святой, что я разрешаю тебе течь через мои руки. Я разрешаю тебе смотреть через мои глаза. Я предоставляю тебе свои уста. Я теперь буду исповедовать, я буду теперь напоминать, я буду говорить. Я принял силу молиться на языках. И я ожидаю, что через 10, 12, может быть, две недели, я ожидаю совершенно нового взрыва. Я говорю тебе, Духом Божьим, займи эту позицию. Бог хочет, чтобы ты делал чудеса. Ибо, говорит, никто, сотворивший силу на имени моем, не сможет унывать, не сможет исполняться горечью, не сможет злословить меня, не сможет говорить неправильно о имени моем в уничижительном ключе. Когда меня первый раз позвали помолиться за человека, который умирал от рака четвертой стадии, забегая вперед, скажу, она умерла, эта женщина, но я полгода не хотел к ней идти. Я думаю, что я ей скажу? Все будет хорошо. Что будет хорошо? Человек умирает со дня на день, умрет. Не было этой силы внутри. Я полгода бегал от этого. Это был мой первый опыт. Когда я пришел к умирающему человеку, это давно-давно было. И мой друг, это сын ее, он говорит, я ему говорю, позови батюшку. Вот же, когда ты не в силе, ты начинаешь стрелки переводить. Да пусть пастор, а пусть это... Он говорит, я не буду звать батюшку. Батюшку я не знаю, а твою жизнь я вижу. А мы тогда в МВД вместе работали. Я увидел верующего мента. А настоящего верующего. Я проповедовал всех и вся. В итоге меня за это и выгнали. Но смысл в общем. Он говорит, я вижу твою жизнь. Мне не надо, батюшка, приедет. Она в другом городе жива. Я полгода. Бог, представляешь, какую милость. Он тебе не забирал ее. И в один момент Святой Дух мне сказал, что ты делаешь? Ты же понимаешь, что она умрет вообще. Я вошел в молитву, попастился и говорю ему, давай поехали. Она плакала, каялась, вся такая, прямо, я даже думал, что она исцелится. тогда я еще об исцелении вообще вообще ничего не знал. Но проповедовала ей очень сильно. Прямо, он был свидетелем Иисуса там на месте. И она умерла через день. И полгода Бог ждал. И представьте, что он позвонил мне в три часа ночи. Говорит, Бог услышал тебя. Аллилуй. Дорогой, ты будешь это делать вообще? Аллилуй, аминь. Войди в эти вещи. Я верю, что когда мы увидимся в следующий раз, будешь другие. Возьмите за руки сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok